так добрый день сказать или нормально со звуком видео вопрос есть мне на них отвечу сначала несколько там размышлению по теме к про обозначен знаете размышления меня подвигала история стреповой да такой парадокс требует от называем даши треповой который пути бы якобы раскаивается может не раскаивается но принципе это не важно потому что таких процессах не важно что он там на самом деле думает важно что она говорит если она говорит что она раскаивается то это надо использовать пропаганде против значит ее то скажем в среде ее таскать возможных последователей что это как бы уже хорошо он так говорит хотя с другой стороны конечно настоящие террористы они могут по-разному себя вести в отдельных организациях принято говорить все что не ну как бы все что выгодно любую там глупость значит все все как бы так главное чтобы выжить в отдельных организациях ну требуется как-то вот какую-то линию придерживаться уже разные варианты бывают но продукт стреповую другом продукт стреповой в том что мне вообще всех вот ее то скажем таких ментальных или идейных сторонников там и симпатизантов даже не плане того что вот она там пошла на таракт а плане общей позиции такой за украинской ну казалось бы ну ладно там это не нравился владлин предположим ну ладно хорошо но она ты вообще хотела в киев поехать и там работали журналисткой но возникает вопрос а вот она вроде русская национальность значит ну на украине ну кру к русским отношениям скажем не очень если брать системно то это национальное угнетение русских и там она по идее вроде бы либералка значит должна придерживаться каких-то свобод там да значит как-то ценить наверное свобода да быть против угнетения в том числе по национальному признаку но там-то явно есть украине это угнетение и со свободами там ну наверное еще хуже чем у нас и значительно хуже и самое главное что это было все даже не просто там где-то кто-то что-то говорил там и значит это не какая-то пропаганда кремлевская это любой человек может легко сам разобраться взять хотя бы события 14 года в одессе 2 мая на скоро будет 9 лет м на днях то есть в открытом прямом эфире фактически были убиты ну там они пытаются морочить голову что значит они там случайно погибли в пожаре который там непонятно как возник но это все бред ним весь андро документальные из показаний свидетелей потом ли реально людей убивали до пожара и во время пожара и после пожара и самое главное что это было все воспринято нура на украине ну предположим это временно было умопомрачение бог с ним на еще всяко может быть это бывает там да там стадный инстинкт но это кто-то организовал то убийство раз а потом за 9 лет никто никому не наказал за это и мало то что не наказал даже никто не сказал что это плохо ну как вот либерал там россии русский на вот он видит убили русских активистов безоружных там женщины значит старики какие-то там молодежь была совершенно не так сказать ни за что там кстати ну наверное половина была даже не за воссоединение с россией а просто за федерализм ну что такого вот криминального в требовании федерализм ну германия у нас федерации и там соединенные штаты федерации ну и что за это надо убивать там бить топором по голове что лежит живьем и радоваться этому что вот поставьте на место либералов то у наших российских чему-то низ украинцы в россии же не жгут и живьем украинцев нет никого не убивают за то что они там значит ходят там с украинским флагом но раньше сейчас уже не ходит на расходе ну и как тут одно с другим не вяжется как так мой может быть вот казалось бы она такой там значит защитник там всяческих прав там я так особо не вникал там позиции насколько я понимаю она общее в общем такой мейнстрим для вот такого типа людей феминизм защита прав животных демократии а буду того сего таким образом они совмещают за украинскую позицию с такими взглядами общего плана вообще никак они не совмещаются там ладно можно спорить там если там нацизм нету конечно там элемента нацизма есть но есть полно других конкретных признаков вот 2 мая но я согласен на наше государство сделало все чтобы замолчать эту трагедию в отличие конечно от запада и и полностью не стали замалчивать конечно и так иногда что поминают но никакой компании по 2 мая в россии не было государственные сми фактически серьезно к делу не подошли не фильмы художеств не снята не песен там ничего нет есть ну какие-то там где-то там да кто-то где-то упоминал там на каких-то передачах что-то тема всплывала и всю то есть массированного обработки населения не было что уже является данной на государственной изменой в этой ситуации для нас почему это сделано ну можно догадываться почему кремль там спецслужбы значит такую позицию занят она абсолютно вредительской но сейчас не старое время гипоинформации когда человек не мог получить такую информацию и принципе в россии не тоталитарная система как на украине где источники информации довольно жестко даже до спецоперации жестко значит были насчет ограничены там общем такая тотальная военная пропаганда все сми там работают как один механизм в россии до спецоперации этого не было да и сейчас это все слабее чем украине почему так вот эти люди они значит не то что там поддерживают украину они считают что украина это вот как бы образец это хорошо что на что-то россии это плохо по сравнению с украиной вот откровенный бред реальность разобраться и часть из них доходит до прямого участия в теоретических актах то есть рискуя собственной шкурой жизнью да у нас тебе поломала жизнь ну какая реакция например украинцев должна быть она я думаю такая есть они радуются но еще там дура получился сразу два москаля как бы вот сломаю одного вообще удалось убить а вторую значит москальская таскать девушка значит она вот тебе жизнь сломала отлично же как бы здорово значит нет может быть они конечно то 7 принципе наплевать они даже рады что вот она попалась ну и хорошо пусть сидит у нас не украинка украинку вот эту ловко не эвакуировали а это значит ну как бы как получится не они могут конечно из там корыстных каких-то интересов и и даже вытащить обменяет на кого-то не потому что они идут лично ценят плевать им на нее что они и показали в результате всей этой операции пиши не даже никаких попыток там как-то и помочь это не предприняли да и зачем она же русская рынка но если вот надо будет как-то от русских еще раз унизить они знают что-то там народ пишет что-то они могут там предложить там кого-то из летчиков которые там живут там мучается у них плену обменять что будет просто лишний раз мы калейность ну информационно может быть да почему нет у сама по себе на ценности не представляет и для украинцев расходный материал кушану москальская девушка возвращаясь к вопросу а как она дошла до жизни такой но ведь информация вроде есть ее базовые ценности никак не совпадают с тем что вот она делает да реально никак как можно массовое убийство за в общем то безобидные какие-то вещи мы предположим даже они хотели бы там член там примерно попал попалом были значит эти активисты попалом были федералисты и попалом и половина хотела вернуться в россию ну что из этого ну хотели люди вернуться в россию дальше что убивать их за это что резать на живьем пилой пополам и жечь таскать это как бы извините их позиции позиции когда украина отделялась никто вот этих украинских националистов которые значит за это ратовали их никто не шок киев никто не бомбил танки по львову не стреляли там в общем как так их отделили в общем без шума и пыль мы это было плохо это было плохо на самом деле потому что это был сепаратизм и вредительский такой сепаратизм но все-таки это было да это было но надо как-то так в ответ что-то было получить ну хотя бы там ну хотя бы чтобы не убивали людей просто так за идеи не за какие-то действия как она это совмещает у себя значит мозгу как будто вроде бы она такая либералка а тут же она одобряет массовое убийство людей за идеи да причем у дев совершенно безобидны но в случае федерализма ну или какие так может быть они неприятные идеи но в принципе имеют право на жизнь потому что сами за украинцы отделились от советского союза тоже они теперь других там жгут живьем за то что хотят отделиться от украины или просто хотят чтобы вся украина воссоединилась россии обратно может быть это выгодно будет почему это не обсудить от свободной дискуссии дело украинского государства как оно относится но если она либералка она должна быть за это так по идее да раз она такая значит упертая тем не менее все ровно обратно обстоит значит почему так происходит в обществе но если не гиперинформация то почти гиперинформация видимо потому что человек он и сам значит устраивает себе подобие информационного кокона такого и это еще как бы частично и со стороны внешнего воздействия например ну там какой-нибудь там патриот да возьмем патриотов либералы не обижались он значит ну он патриот а вот у него сформировались такие патриотические воззрения а он будет смотреть будет смотреть патриотические всякие там патриотических ютуберов читать там или граммеров значит патриотических блогеров всяких и будет им доверять а все что идет поперек его воззрением он или не будет доверять а скорее всего даже читать не будет потому что это ему неприятно читать всю эту чужую какую точку зрения и в общем он так вот это это факт человек живет информационном коконе более того ему будут помогать технические средства например youtube но человек смотрит постоянно патриотические ролики они youtube и будет ему подбрасывать патриотические ролики может там или американцы там что-нибудь подкрутит там значит вот подбрасывать еще очень такое прозападное но принципе значит вообще все вот эти системы они заточены на то чтобы учитывать интересы пользователя и под него подстраиваться поэтому человек сам формирует свой информационный кокон и в нем живет человек с критическим мышлением да он может выбираться из этого кокона может там пытаться как-то смотреть читать чего-то другое и пытаться как-то сравнивать критически мыслить но здесь есть два момента первый момент что таких людей не так много с критическим мышлением она масса она поддается пропаганде в лучшем случае идет за авторитетами а то и просто идет за тем что вот как бы сложилось вот он так и идет значит весь круг но предположим тоже требует круг общения вот он такой я на тос точно так же так сказать поддается в общем как бы мейнстриму и слушает там условных навальных с этим каспоровым а никая того же владлина вроде она даже слушала но и она ему не верит его аргумента она не пытается там как-то осмыслить там оценить или еще чего-то там просто отбрасывает и потому что у нее с критическим мышлением явная проблема в этой трепу и это большинство населения такой и второй момент даже человек с критическим мышлением он навсегда и конечно если он уже на какой-то политической позиции стоит то ему сложно даже себя переломить и попытаться оценить аргументацию противоположной стороны тем более делать это как-то более-менее регулярно просто реально сложно и получается что получается что где-то на каком-то уровне еще до того как человек начал думать не уже закладываются какие-то эмоции какие-то первичные представления то что называется вообще предрассудком то есть там начиная с детского сада с первого класса у него формируется какой-то образ там значит образ страны образ там каких-то отношений что хорошо что плохо потом это уже сложно как-то там изменить можно но сложно и вот этот такой феномен до делать наше государство любимым ну конечно принципе очень даже как бы не против того что вот у нас общество по такому критически важному вопросу раскололось по идее как должно быть но мы видим русских жгут за то что они русские просто жгут живьем что должны русские сделать в такой ситуации должны как-то сплотиться сказать это нехорошо неправильно жгут русских мы тоже русские мы не хотим чтобы нас жгли это понимаю так должно быть государство но имеет все механизмы чтобы значит эта позиция была преобладающая обществом государства ну тогда так себе эту позицию значит артикулировала что даже в момент спецоперации ну ты много раз говорил что тему украинских зерств у нас вообще не раскручивают а это бы сплачивало наше общество видимо кому-то это не надо не они значит фактически своим бездействием они проводят рассечения общества на такие то есть они сохраняют вот эти кокона которые сформировались значит политическим причинам и значительная часть общества причем это элитные в общем группы в основном то есть патриоты у нас это такой простой народ в основном такие заукраинцы это элитные группы которых руках там ресурсы а посты всякие влияния и государство должно было с этим давно разобраться но ну чё-то так сказать не особо спешить с этим разобраться но процесс идет конечно это с операцией хочешь не хочешь она значит с этим значит разбирается вот это как бы такая проблема которая плохо у нас осознается и меры мер для преодоления мало принимается это дополнительный вопрос к власти почему так пассивно они себя ведут ну так они себя пассивно в этом вопросе непонятно на украине там понятно там тоталитарная пропаганда военная пропаганда и они действуют очень четко то есть они блокируют всякие там источники информации по возможности и все скопом значит загружают там вселение вот этой всей военной пропаганды у нас конечно с этим все значительно слабее такого бардака как у нас на украине нет там украине основные элитные группы или дистанцировались или значит вообще занимали про русскую позицию такого там нет хотя извините там русских полно и русские там значит национально угнетаются режим украине гораздо хуже нашего да и положение хуже экономической там и прочее и вообще принципе вместе выгоднее так если разобрать первую очередь выгоднее самим украинцам даже больше чем на но это все подавляется и в результате мы видим то что видим может не 90 процентов но что-то близко к этому они активно против нас и только механически когда мы их мы там какую-то территорию занимаем выключаем этот дебилятор украинский когда мы что-то можем получается у нас что-то сделать наши люди ну как-то они приспосабливаются и плюс дебилятора нет ну и плюс они смотрят что реально сравнивать что в принципе нас получше режим чему не поэтому мы в общем и получили неплохие результаты на тех территориях которые заняли сожалению их частично сдали обратно тоже вопрос зачем зачем все это был вот эта проблема информационного кокона на касается конечно не только украшу российско-украинских дел она во всем мире в мире гиперинформации человек сам формирует свой кокон информационный и живет в нем не на западе все это есть частично это стимулируется там в том или ином направлении государством частично вот человек сам все это делает или это делается по ходу дела вот я объяснил там как это алгоритм на ютубу там или google работу значит а там это все заложено уже нам на уровне алгоритм подбирать под человека на ту повестку которая ему нравится он смотрел те фильмы которые вот значит ну более-менее подходит на чтобы он там покупал те вещи которые значит интересуются то есть это вот момент который требует конечно осмыслений тут у нас вопрос уже под накопилось